Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами говорим о таком вопросе, как обновление HyperOS, а именно то, почему оно не приходит. Вроде бы для вашего аппарата есть новая прошивка, вы в этом точно уверены, но на вашем устройстве почему-то как бы то нет того заветного уведомления о том, что пришла прошивка. И потому в этом видео мы с вами разберемся, что можно в этом случае сделать, да и в принципе какие пути решения данной проблемы существуют. Поэтому присаживайтесь поудобнее и мы с вами начинаем. У нас сегодня подопытным выступает Poco F6. На его месте, как вы понимаете, может быть абсолютно любое актуальное устройство Xiaomi, там Redmi Poco, которое получают HyperOS. И давайте с вами разбираться по порядку вообще, что такое в принципе обновления, как они у нас с вами приходят. Для тех, кто знает, это замечательно, прекрасно, можете промотать данный момент. Для тех, кто не особо в курсе всей этой истории, я вам рассказываю, что допустим есть прошивка 1080, там международный индекс европейский, ну и тому подобное. Он проходит некоторые стадии тестирования. От начала там какие-то альфа-релизы, потом бета-тестеры, потом там выборочная рассылка, только потом публичная. И вот между тем, когда прошивка выходит в выборочную рассылку и когда она становится публичной, может пройти большое количество времени. И вот если рассматривать в целом актуальность Xiaomi, то за последнее время не могу отметить, что есть какие-то задержки в плане рассылок обновлений. Если взять допустим какой-нибудь там Poco X3 Pro, на него пытались там всевозможные обновления пулять, но их отзывали. И так вот, вы точно уверены, что на ваше устройство есть прошивка, но у вас установлена там какая-нибудь старая, там допотопная, условно говоря, или же которая не обновляется там уже как месяцев пять. Еще один важный момент по поводу обновлений, что на сегодняшний день компания Xiaomi обновляет устройство один раз в 2-3 месяца. Для некоторых аппаратов это может быть чаще, но зачастую это, конечно, для новых аппаратов. Но если у вас уже такой устоявшийся аппарат, то где-то раз в 2-3 месяца, может даже и в 4 месяца, может прийти прошивка. Хорошо, с этой вводной частью мы с вами разобрались. Теперь пути решения, которые я вам могу предложить лично от себя. Первое и самое главное, что я вам могу предложить, это конечно же смена региона в расширенных настроек. У меня стоит регион Украины. Вы можете поставить свой там локальный условно регион, но нет гарантии того, что вам это все дело потом придет в плане обновления. Из той всей информации, которую я собрал для этого видеоролика, сделал для себя следующий вывод, что очень активно приходит прошивка на регионе Польша, на регионе Сингапур, Индия, также можно еще сюда включить США и допустим еще Великобританию. И вот на этих основных регионах, в принципе, прошивка первым может быть доступна в плане публичной рассылки. Вы получается как? Зашли сюда, поменяли регион, далее выходите назад в настройки, возвращаетесь обратно в о телефоне, нажимаете вот сюда и проверяете наличие обновлений. Если же у вас нет обновления, значит нам необходимо с вами следовать по следующему пути, а это обновление напрямую через три точки. Оно у нас находится прямо в этом же разделе, вот здесь вверху, но тут у нас не все есть как бы то вводные и все разделы. Для того, чтобы их активировать, мы долго нажимаем по центру HyperOS, до того пока не появляются дополнительные возможности включены. Дальше мы с вами видим выбрать файл прошивки. И вот то теперь нам с вами потребуется там допустим сайт с репозиторием всех прошивок, которые есть на сегодняшний день. Для этого вы заходите на смартфоне, на компьютере, без разницы, на вот этот сайт Mirum YesBox. Ну я допустим там в описании ссылку на него оставлю и после чего вы нажимаете вот здесь вверху там Home или же вот здесь можете нажать Mi Phone, нас с вами интересует. Далее в моем случае это Poco Phone. Далее мы с вами ищем Poco F6. Дальше как обычно здесь куча всякой ненужной нам рекламы, как-то ее нужно попытаться скипнуть, ее как-то попытаться обойти. Так давайте мы с вами еще раз найдем. Замечательно. И далее нам необходимо найти прошивку нашего индекса. Опять же вы должны четко понимать, что если вы напрямую качаете файл recovery и ставите его через три точки, вам необходимо конкретно то, что у вас в плане индекса установлено. То есть либо же это global stable, либо же это europe stable, либо же там турецкая, индонезийская, индийская, ну и тому подобное. То есть только эту прошивку вы конкретно качаете. И вам нужно конечно же скачать файл recovery. Вы вот сюда на даунлоуд нажимаете и после чего его качаете. И как только файл у вас загрузился, возвращаетесь обратно вот сюда, выбираете файл и после чего у вас может произойти то заветное обновление. Но разработчики в последнее время также решили немножечко поднасрать в этом вопросе и в некоторых ситуациях как бы то может выбиваться ошибка. Еще наверное многие знают такой интересный метод подмены файла. Это замечательный был метод, которым мы многие аппараты перешивали, между индексами прыгали, без разблокировки загрузчика и все было прекрасно. Но вот как заявляется нашими пользователями, что разработчики в последнее время прикрыли этот метод. На своем примере могу сказать, что я пытался прошить свой Xiaomi 14 на бета прошивку с международного индекса на европейский индекс и мне система сказала, что прошивка недоступна для установки. Опять же, то была подмена файла. Да, печально, да, неприятно, но я думаю, что в будущем также какие-нибудь методы нам откроют. И еще есть один метод, конечно же полностью рабочий на все 100% это установка прошивки с помощью компьютера. Но я в этом видеоролике не буду это все показывать, потому что там нужно снимать отдельно видео, да и в принципе мне необходимо обновить ту инструкцию еще от 19 или 20 года у себя на канале в плане прошивки через Mi Flash. Потому я подготовлюсь и в скором времени вам опубликую данную инструкцию на канале. В любом случае, если вам не пришло обновление, не стоит расстраиваться, не стоит его как-то ждать и думать, что оно вам там пофиксит все возможные проблемы, баги и т.д. и т.п. Вам необходимо понимать, что если есть обновление, вам необходимо изучить вопрос в плане того, как оно устанавливается, есть ли проблемы, там всякие подводные камни. Если же все с этим понятно, там никаких вопросов не возникает. Дальше уже переходить к следующему этапу, это именно то, как эту прошивку устанавливать. Ну а если о чем-то забыл упомянуть или остались какие-то вопросы, смело пишите их в комментарии, там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.